По подсчетам орнитологов, в самом центре Иваново между двумя мостами проживает примерно 2000 уток. Они должны улетать на зиму в теплые края, но не делают этого, потому что их прикормили люди. Орнитологи предупреждают, кормить птиц в условиях закрытого пространства, например, в подмостовых переходах, может быть для человека опасно. Утки, как любые живые существа, могут переносить заболевания, опасные для человека, в том числе некоторые штаммы гриппа, например, нашумевшей птичей. Заразиться, конечно, от секундного контакта невозможно. Но если птиц много, как в подмостовом переходе, сотни, то вероятность выше. Что здесь можно порекомендовать? Ну, во-первых, соблюдать некую дистанцию и подконку производить не в закрытом месте, а в хорошо продуваемом. То есть вот кормление уток под подмостным переходом на площади Пушкина, и сейчас еще и второй появился, я бы очень рекомендовал проводить. Еще один совет – тщательнее мыть руки после контакта с этими крылатыми представителями фауны. Соблюдая меры безопасности, птиц можно кормить и даже гладить. Они голодные есть, хотят, кормлю пирожками, купила вот пирожков. Жалко просто. Проходила мимо. Ну, вот я прошла мимо, увидела, вот есть возможность покормить, покормила. Вода холодная. Очень холодная. Поэтому они выбираются сюда, в центр города, на остановку, где люди, чтобы их подкормили. Они уже пьют из луж, смотрите на них, их так жалко. Конечно, это да. Они выбираются уже прям вот сюда. Серых шеек запрещено кормить черным хлебом, жареными семечками, пшеном. От этого птицы могут заболеть. Рекомендуют кормить уток специальным утяным кормом. А где ж их люди возьмут? Поэтому, хоть и есть какие-то споры и такие, может быть, негативные высказывания по поводу подкормки белым хлебом, но на данный момент белый хлеб – это самая лучшая подкормка из доступных. Поэтому белый хлеб, да, но не сладкий, не соленый, не какая-то специфичная хлебопродукция. Активисты Союза охраны птиц России неоднократно обращались в администрацию города с просьбой установить в подмостовом переходе на площади Пушкина прозрачную перегородку у воды, чтобы птиц было видно и можно было их кормить, но контакт с человеком был бы минимальным. Чиновники отмечают, средств на это нет. Единственное, что они могут сделать – повесить информационную табличку с напоминанием – близко к птицам не приближаться. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.